Муза Рукоделия В следующем окне, если вы досмотрите это видео до конца. В сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как сшить костюм Леди Баг, сделать маску, серьги и йо-йо. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Это моя Леди Баг. Для удобства я сняла с нее кисти. Сейчас я покажу вам, как сделать маску. Для этого мне понадобится вот такой офисный файл для бумаг. Вырезаем с помощью ножниц из него вот такой небольшой кусочек. И также нужна хорошая ручка. Прикладываем вот так к лицу нашу пленочку и начинаем рисовать маску. Маска у Леди Баг закрывает брови, поэтому она должна быть довольно-таки высокой. И вот что у меня получилось. Хорошо обводим наши глаза. Вот такая масочка. Сейчас с помощью ручки мы еще раз хорошенечко все обведем на ровной поверхности. И вот такой у меня получился шаблончик. Сейчас мы его будем переносить на наш материал. Для маски я буду использовать вот такой фом ЭВА 2,5 мм. Теперь мы берем нашу уменьшенную масочку, лепим сверху кусочек скотча. И вместе с этим скотчем переносим на наш фом. Вот так. И теперь с помощью ручки выдавливаем наш контур. Теперь удаляем шаблон. И тут остается наш контур. Вырезаем с помощью ножниц. И вот такая у меня получилась маска. Теперь мы должны к ней приделать резиночки. Я буду использовать вот такие две красные резинки Rainbow Loom. Сначала мы их скрепим между собой. Для этого берем одну резинку, натягиваем, просовываем в нее вторую. Вот так. И вот в эту петельку, образовавшуюся нашей второй резинке, мы должны просунуть кончик. Вот так. Теперь наш вот этот замочек из резинки мы должны пришить к нашей маске. Я буду использовать красные нитки. Нитка в два слоя. И вот такая масочка. Обязательно нужно следить, чтобы задний замок из резинок не перекрутился. Чтобы была красивая бабочка. Я буду шить костюм из вот такой ткани. Это микрофибра красного цвета. Она тянется в разные стороны. Отличная ткань для такого комбинезона, как у нашей Леди Баг. Как вы видите, маска по цвету не подходит под мою ткань. Поэтому сейчас я ее покрашиваю таким красным лаком. И вот совсем другое дело. Маламазка и ткань одного цвета. Сразу сделаем серьги. Я буду использовать, наверное, самый простой способ. Беру две вот такие швейные булавки с бусинами на концах. И сейчас также покрашу их красным лаком. Вставляю вот сюда в картон и буду красить. Готово. Оставляем также высыхать. Теперь мы сделаем йо-йо. Мне понадобится вот такой пергамент. Бумага для выпечки. Совсем небольшой кусочек. Вот приблизительно вот такой. Также небольшой кусочек гофрокартона. Сейчас с помощью двух скрепок я соединю их между собой, делая ровную поверхность. Теперь я беру клей-пистолет. И мне нужно сделать две лепешки. Будем пробовать столько раз, пока у нас не получится две одинаковые. И вот я сделала шесть штучек. Теперь нужно сделать маленькие. И вот уже полностью высох клей. Сейчас нам нужно оторвать эти лепешки от пергамента. Больше всего мне нравятся вот эти первые. Снимаем их. Вот такие две таблеточки получились. Теперь я беру две булавки. Одну, вторую прокалываю. Одеваю на них свои лепешки. И сейчас буду красить также лаком. И также оставляем высыхать. Теперь я беру вот такие синтетические кисти. Дотс. Немного пергамента. Черный лак. И сейчас буду рисовать черные кружочки на нашей маске. Сережках. И на нашем ю-ю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот я уже надела маску. Вот так она смотрится. Резинка идет сверху ушек. Сейчас ставим серьги. Для этого берем нашу заготовку. И нужно немножко укоротить булавку. В принципе, можно вставить целиком. Вся булавка поместится. Но я хочу ее все-таки немножко уменьшить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот такие получились две миленькие сережки. Сейчас мы их примерим. Наши леди-баг. Вставляем в дырочки. Одна. И вторая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень миленькие сережки. Мне очень нравятся. И сейчас мы сразу соберем ее-е. Для этого нам понадобятся две наши заготовки. Вот такая канцелярская резинка. Ее еще называют резинка для денег. Резиночка Рейнбулум. И одна вот такая заготовочка, которую мы с вами делали. Отрываем ее. Теперь подготовим резинку. Разрезаем ее. Берем маленькую резиночку Рейнбулум. Сворачиваем ее вот так, дважды. Просовываем конец нашей резинки между ней. И завязываем на узел. Делаем двойной узелок. В результате у нас получается вот такая двойная петелька. И от нее идет резинка. Лишнее мы обрезаем. Оставляем только длинный край. Вот такая резиночка. Размер резинки будем делать не слишком большой. Я думаю, что где-то вот такой. Лишнее срезаем. И теперь нужно приклеить вот так по краю к нашей вот этой маленькой заготовке. Я наношу немного клея. И прикладываю резинку. Теперь наносим клей вот сюда. На начало нашей резиночки. Совсем немного. И закручиваем резинку в кольцо. И теперь с двух сторон мы должны с вами приклеить наши вот эти блинчики крашеные. Сначала наклеиваем одну половинку. Вот так. И с другой стороны вторую. И вот такое получилось йо-йо. Как настоящее. На ощупь очень приятное. С петелькой и на резиночке. Теперь будем делать повязочки на хвостике. Я использую вот такую тесьму атласную 6 мм. Вот я склеила ленточку пополам. Теперь она стала более гибкая. Теперь мы ее разрежем. И завяжем на хвостике. Все. С головой я полностью закончила. Снимаю ее. И будем делать костюм. Для построения выкройки костюма я буду использовать макетный способ. Для него мне понадобится пищевая пленка и малярный скотч. Этот накладной способ я уже неоднократно использовала в своих мастер-классах. На примере корсета для свадебного платья. Также я шила рубашку, пиджак, брюки этим способом. Если вы смотрели мои мастер-классы, то вам этот способ должен быть знаком. Сначала мелкими кусочками мы обматываем куклу пищевой пленкой. Теперь берем бумажный скотч и мелкими кусочками начинаем залепливать нашу куклу. И вот такой у меня получился макет. Кукла симметричная. Достаточно обвернуть одну сторону. Хорошо прижимаем бумагу к телу, особенно в области шеи и рук. Теперь я беру ручку и буду обводить линии разреза. И вот я уже закончила. Сразу определяем, где перед, где зад, горлышко. Выкройка цельнокроенная, поэтому рукав выделяем только внутри и снаружи. Если будете пришивать, то делайте маечку, отрезайте рукав и потом будете пришивать. Также идет внешняя линия полностью, внутренняя. И вот наша основная средняя линия симметричности. И вот такие у меня получились две детальки. Передняя и задняя. Сейчас мы должны с вами выкроить будущие перчатки. Кисть у куклы очень мелкая, поэтому будем делать эффект вот таких собранных пальцев. Для этого я беру небольшой кусочек бумаги, складываю его пополам. Беру кисть своей куклы и начинаю обводить. Вход делаем большой, чтобы можно было вставить саму кисть. С небольшим запасом я обвожу пальчики. Когда доходим до большого пальца, мы должны сделать его ярко выраженным. Обводим вот так. И вот такие у меня получились будущие перчатки. Сейчас я их должна тоже вырезать. И вот я уже вырезала свои перчатки. Вот у меня как раз получилось две штучки. Теперь мы будем переносить наши выкройки на ткань. Для самого костюма я буду использовать вот такую красную микрофибру. Она отлично тянется. Поэтому я буду использовать выкройку в оригинальном размере. Для горлышка я взяла вот такой эластан. Он тоже отлично тянется. Горлышко будем строить уже по мере того, как мы сошьем наши плечевые швы. Для начала перенесем нашу переднюю часть. Подготавливаем основную костюмную ткань. Это у меня лицо. Складываем ткань пополам. Я покупала 20 см по ширине. Этого количества вполне достаточно. Ткань очень хорошо у меня тянется. Поэтому я заранее приготовила швейные булавки. Берем нашу переднюю часть. Укладываем вот так на сгиб. И скалываем хорошенько в нескольких местах булавками. Я срезала лишнюю ткань. И сейчас с помощью ручки по контуру я обведу свою выкройку. Возьму немного больше на рукава, на подгибку. Снизу оставлю так, как есть. Ткань очень хорошо тянется. Припуски на швы делать я не буду. Готово. Теперь, не снимая вот эту бумажную выкройку, я вырезаю по контуру. Теперь я полностью снимаю все булавки. И вот моя основная передняя деталь. Вот так она выглядит. Теперь будем переносить заднюю часть. Также укладываем ткань изнанкой кверху на сгиб. И прикладываем нашу выкройку вот здесь, отступая от края места на застежку. И также прикалываем булавочкой. И также я вырезала по контуру, немного продлила свой рукав. И сейчас вот эту застежечку мы должны с вами разрезать пополам по нашему сгибу. И вот две готовые детальки. Задняя часть и передняя. Теперь мы должны перенести наши рукавички, наши перчатки. Я беру кусочек ткани из обрезков, также определяю на ней изнанку. И сейчас вот так мне нужно обвести мою ручку. Но прежде сколоть по краям эту ткань, чтобы она не ездила. Укладываем перчатки в зеркальном отображении и обводим с помощью ручки. Так, убираем наши выкройки. Перчатки я буду шить в последнюю очередь. Для начала мы займемся нашими основными деталями. Переворачиваем нашу детальку лицом в середину, изнанкой снаружи. Вот изнанку хорошо видно по нашим линиям ручки. Переворачиваем лицо внутри. Накладываем наши детальки. Шить я буду нитками красного цвета, сорокового размера, в одну нитку. Шов назад иголка, очень мелкий стежок. Для начала нужно сшить вот эти плечевые швы и вот эти внешние швы до нашего вот этого места. То же самое мы делаем и с этой стороны. Сшиваем рукав сверху, потом внутренний шов и заканчиваем вот тут. И вот что у меня начинает получаться. Ножки я полностью зашила. Шов очень мелкий. Тут я зашивала не до конца. Вот так это выглядит с другой стороны. Здесь у нас дырка. Сейчас сразу построим горло. Для этого я беру бумагу, складываю пополам. Вот так. Теперь я собираю наш комбинезон. Также складываю пополам. Соединяю места застежки задней. Вот так. Теперь укладываю на вот этот сгиб. Сразу беру ручку. И сейчас нам нужно перерисовать эту дугу. Так, вот она. Вот это у нас будет где-то приблизительно высота нашего воротника. Поднимаемся в два раза, чтобы можно было подвернуть. И вот такой у нас получается воротничок. Сейчас мы его вырезаем и разворачиваем. Теперь я беру ткань, предназначенную для воротника. Это эластичная черная ткань. Складываю ее пополам. Вот так. Наизнанку. На наш сгиб укладываем деталь. Скалываем булавкой и вырезаем. И теперь нам нужно пришить вот это у нас изнанка на лицо. Начиная с серединки пришиваем воротничок. И вот я вшила горловину. Вот эти крайние стороны должны совпадать. Вот так это смотрится с лицевой стороны. Теперь изнанкой мы одеваем комбинезон на куклу для дальнейшего моделирования нашего комбинезона. И вот я уже одела комбинезон изнанкой кверху. Теперь мне понадобится контрастная нить. У меня желтого цвета. Это для наметки, чтобы было потом легче вытащить. Сейчас сначала отметим нашу застежку. Застежка начнется вот с этого места. Разрезаем здесь ткань. Вот так делаем наметки. Теперь мы должны зашить вот это наше место плотно, прям по самой кукле. Готово. Вот он этот шов. Теперь я дошла до нашей застежки. Разрезаю ткань глубже. Вот так. И теперь начинаю заворачивать нашу застежку. Ровно по спинке. Сначала одну сторону, потом вторую. И вот уже две половинки. Вот так они сходятся между собой. После мы определяем высоту воротника. У Леди Баг он идет прям под саму голову. Высокий у нее гольф. Поэтому мы загибаем вот так края и определяем их тоже, чтобы они сошлись вот так ровненько под нашу будущую липучку. Вот такой у нас получился механизм. Теперь нам нужно обработать рукава. Для этого мы одеваем кисть кукле и выворачиваем вот этот манжет наверх. И вот он мой манжет. И сейчас я его как раз вот сюда к изнанке и пришью. Обмёточным швом. Готово. Теперь вспоминаем про наши перчатки. Берем иголочку и мелким-мелким швом обшиваем наши перчатки. Вместе с пальчиками, чтобы все было очень аккуратно. Вот я уже обшила перчатки по контуру. Теперь нужно взять ножницы и аккуратненько рядом со швом вырезать их. Выворачиваем. Легче всего это сделать с помощью соломки для коктейля. Вставляем ее в нашу будущую перчатку до конца. Вот так. Берем деревянную шпажку, тупым концом. Засовываем в трубочку и натягиваем сверху нашу рукавичку. И вот что получилось. Осталось лишь вывернуть пальчики. Я вывернула комбинезон. И теперь нам нужно полностью зашить по нашей наметке красными нитками. Горлышко я буду обрабатывать черными нитками. Все зашиваем и вытаскиваем наметку. И вот я зашила низ. Полностью вытащила всю наметку. Пришила липучку. Одну липучку пришила вот так по краю. А вторую внутри. Вот так. Теперь я одену этот комбинезон на куклу. И также одену перчатки. И вот так выглядит комбинезон на кукле. Теперь мы с вами должны доделать наши перчатки. Для этого я беру нитку. И нужно аккуратненько войти вовнутрь перчатки. Сбоку. Так. И теперь нащупываем первый пальчик. И начинаем прошивать. Вот такие у меня получились перчатки. Теперь будем рисовать горошины. Я буду рисовать лаком для ногтей и кисточкой. И вот я уже закончила. Лак для ногтей быстро сохнет. Поэтому у меня уже все готово. Сейчас я одену голову и покажу вам весь комплект. И вот наконец результат трех моих мастер-классов по созданию образа Леди Баг. Мне кажется она получилась очень реалистичной и похожей. А вы как считаете? Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если вы делаете поделки по моим мастер-классам, не забывайте показывать их в нашей группе Кукольная Муза. С вами была Муза Рукоделия. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok